Здравствуйте всем! Я расскажу о тех работах, которые мы делаем в рамках подготовки к проекту СРГ. Но вначале я хотел бы сказать, что одним из активных участников нашей работы был Михаил Геннадьевич Ревнивцев. Он и активный участник, и активный автор, один из авторов в работе по отразделению рентгеновских источников студника Интеграл. И когда мы выполняли эту работу по наземной поддержке и идентификации, он активно помогал в обладе рентгеновской астрономии. Вот поле зрения, ошибка положения Интеграла, чудовищная, практически невозможно здесь найти рентгеновский источник. Он находил из архивов других рентгеновских обсерваторий кросс-корреляции и фактически очень сильно сужал нам район поиска, после чего мы могли получать спектры этих объектов, классифицировать и идти дальше. Его авторитет помогал даже получать из директорского фонда Чандры иногда время, когда уж совсем была тяжелая ситуация и можно было с точностью до нескольких секунд угловых получать изображения рентгеновские. И он просто указывал нам, где точно находится рентгеновский источник. Вот такие работы мы тоже с ним делали. Была большая эпопея в свое время по коллаборации и по наземной поддержке интеграции и наблюдений СС-433. Тогда в казанское время мы сделали фотометрию высокоточную. Михаил Геннадьевич, он проанализировал эти данные, он очень хорошо работал. Он строит спектры мощности и показал, что спектры мощности в рентгене и в радио имеют один и тот же наклон. Еще был сделан вывод, что оптические фотоны, их прородителями на самом деле являются рентгеновские фотоны, многократно отраженные при выходе из жерла СС-433. И более того, после того, как мы эти работы сделали на времена порядка с временным разрешением 6 секунд, он с коллегами из ИКИ продолжал эту работу и уже используя возможности матрицы Андорр, они с Ардионом Бурениным пошли дальше и нашли на самом деле, что вот здесь на более высоких частотах спектра мощности СС-433 здесь наблюдается излом. Более того, Михаил Геннадьевич унес даже и нашел грант, когда он работал в Германии на позиции по ЗОП, он нашел грант немецкого, из какого-то немецкого фонда и телескоп был оснащен дополнительным быстрый ПЗС-матрицей со скоростью 30 герц в секунду, но это нужно было для задач, которую он планировал поставить и решать. Собственно говоря, он начал эту работу. Вот пример, когда он тестировал свой матриц этот известный пульсар в корабе, где 33 миллисекунды временное разрешение, было показано, что работает все. Главное, чтобы был на небе такой еще другой источник. И во многих статьях, в которых мы в общей работе, он был одним из первых активным авторов. И спасибо организаторам за прекрасные эти стенды. Здесь и внизу улыбающийся, радостный Михаил Геннадьевич. Его опыт, он очень ценный. Но та методическая часть, которую он владел, ее надо будет перенимать молодым коллегам, которые идут вслед работать с нами. Теперь я продолжу по поводу нашего проекта. Наш проект был специально по полу-метровому телескопу. Он ориентирован на задачи, связанные с СРГ, просто по уставу по совместным соглашениям с Казахстанским университетом Кадемии наук и космических исследований и Национального обсередшего рецепта. Время распределено, в настоящее время, следующим 50-50. И с момента первого среза, после первых шести месяцев полета, планируется, что стороны начнут, вот из словочек показано тот процент времени, который стороны будут перелять или направлены под проект СРГ. То есть в сумме получается до 75% календарного времени телескопы будут выделены под эти задачи. Пока мы тренируемся, готовимся, используем те возможности, которые есть в те орбитарные обсерватории. Наше преимущество, по сравнению с другими российскими обсерваториями, самые южные. Грузия, где-то юг России. Орион, Сириус у нас, ну нет головой, но достаточно высоко. И вот эта область вблизи галактического центра летом нам доступна. Поэтому вот эта полоса, ниже минус 5 градусов, она вот нами охватывается, и мы планируем активно работать. Что касается научного оборудования. Все это научное оборудование было создано примерно лет десять назад. Мы вот сегодня рассказывали об эволюции самого СРГ. Поэтому мы активно его задействовали для работы по оптическому достижению радиоисточников, интегралов и спутников. Основный инструмент для этой задачи – это вот объект Find Objects с электрометрометром, это камера, которая приобрелена турецкой стороной в обмен на склад с российской стороны. Здесь у нас поле 13 на 13 угловых минут, 0,39 на пиксель. Предельная величина 24-звездной величины, например, за полтора часа экспозиции. Две системы фильтров стандарт ВВРС-ДСС. Сейчас появилась полиометрическая мода в прямых снимках. Низкое разрешение для запчасти классификации, среднее разрешение для задач исследования двойных систем, где нужны скорости и так далее. Отдельно у нас есть матрица Andor, которая может использоваться независимо. У нее лучшее угловое разрешение, если это потребуется в задачах, где в сложных полях надо будет использовать. Поэтому мы используем вариант с Andor. Поскольку угловое разрешение прибора TEFOS, оно лимитирует на самом деле качество изображения атмосферы. Иногда у нас бывает лучше секунды, а разрешение оптики TEFOS примерно 1,5 секунды. Но это совмещенный прибор, удобно здесь. И прямые изображения, и спектры сразу получаются. Есть у нас и спектрометр высокого разрешения, он нам необходим для того, чтобы получать спектры прототипов объектов, которые мы в дальнейшем будем исследовать, используя опыт на ледо-сихибольной, его школой, при анализе двойных систем с леденовским, компактно-леденовским источником. Вот ожидается, что СРГ обнаружит, ну там оценки разные, 3-4, не важно, несколько миллионов АГН, миллион аффицирующих белокарликов, большое количество массивных скоплений, миллион одиночных звезд. Понятно, что основная задача, все надеются, что большая часть просто идентификации будет выполнена с использованием уже имеющихся и текущих огромных обзоров, как СДСР, ДСР и другие, то есть Big Data. Ну, при этом, естественно, окажется, что какая-то часть будет неопереслена, и вот та лакуна, где придется работать с телескопом наземной поддержки, это вот область Млечного Пути, незаполненные обзоровые участки, всякие вспыхивающие источники, ну а также будет решаться по дороге задача более детального количества анализа отдельных источников. Ну, по дороге теперь я вот просто пройдусь по некоторым объектам. Где-то я на докладе, по-моему, даже в Казани пять лет назад я слушал доклад, что и автомет регистрируется, рентгеновское улучшение, что иерозита будет видеть. Мы не занимаемся кометами, но так вот для интереса радио в свое время попробовали получить не только изображение, а даже спектр комет. Ну, что-то получается, если это потребуется, будем пробовать. Про одиночные звезды мне некогда рассказывать, поэтому я сразу переговорю. Тестные двойные звезды системы двух типов, маломассивные и массивные. Здесь наш интерес, он традиционно связан с предпризмическими переменами, хотя они в большей степени ультрафиолетовые источники, но в гряде случаев могут быть и мягкими рентгеновскими источниками. В оптике мы их находим из-за эффекта отражения, когда орбитальный период модулируется, то есть характерные времена здесь несколько часов. Следующие, это катаклизмические переменные, либо поляры, такой опыт отожесления с участием, в том числе Михаила Геннадьевича, что мы имели для интегральских и эрокстоидных секторов. Здесь либо модулируется вращением, криво обрезки модулируется вращением белого карлика, ну либо аккреционные действия дают соответствующие эмиссионные линии. Вот интересная задача, которая может быть, как известно, до сих пор природа предшественников сверхновых первого типа неизвестна, что это либо аккреционирующий белый карлик, который достигает массы 1,40, массы Солнца, придется до сих пор, либо о соянии двух белых карликов. И даже для ближайших галактиках, то есть на снимках Хаббла, не видны предшественники, мы до сих пор не знаем, что же на самом деле взорвалось. Ну вот Марат Дельфан делал оценки по рентгеновским данным по наблюдениям XMM, указал, что исходя из предполагаемой расчетной рентгеновской системы и наблюдаемых данных, что не хватает числа таких систем, предположение, если этот сценарий развивается при перетекании вещества с одной компонентом на другую. Ну вот интересно, если в нашей галактике такие предшественники будут обнаружены, интересно будет посмотреть, что же они из себя представляют, если мы увидим сначала в рентгене такие системы, аккредицирующие потом в оптике и получим какие-то результаты. Особенно большая проблема будет, естественно, вблизи, в личного пути, где вот это поле зрения интеграла, а это вот характерное поле зрения телескоп Artex или Erosita, несмотря на то, что здесь порядка 30-40 угловых секунд, если вы идете сюда, здесь, значит, нужна будет все равно прекрасная идентификация с существующими каталогами, вряд ли сразу удастся отрежествить, какой из этих источников является реальным источником, который обнаружил проект. Ну, здесь я хотел просто повторить картинку, который Артур Михайлович вчера показывал о том, что мы, да, говорим о миллионах объектах, которые будут обнаружены, но все наши знания, которые мы сейчас используем, они связаны с несколько сотни объектов, поэтому каждый новый объект, который мы будем идентифицировать, классифицировать и получать для него количественные данные, ну, будет вклад. Конечно, мы надеемся не на единицы, а на десятки, может, до сотни, когда с Маратом Моровевичем мы говорили, сколько может двойных систем быть обнаружено. Он сказал, что это может быть несколько тысяч, но, к сожалению, заполошение в нашем ограниченном пути нам доступно будет несколько сотен, наверное, после идентификации и исследования. Ну, это пример того, как вот совместно обнаруживали, объектом, который был сразу с самого начала интеграла. Видите, обнаружен как ременовский источник, потом вот еще долго идет работа по анализу, что же это такое, потому что до сих пор идет дискуссия, что представляет из себя компаньон Горячий, в литературе он был и классифицирован как Свердеган, по нашим данным это, получается, звезда О-9, главная последовательность и уходящая. И здесь, оказывается, принципиально является вот как вы с точки зрения модели атмосфер опишите профили линий гелия. Вот наши данные работы говорят о том, что, скорее всего, это не Свердеган, а масса, соответственно, будет другая. И, соответственно, оценка масса на нейтронную звезду будет другая. Ну, Михаил Николаевич говорил мне, что вот по порядку несколько тысяч объектов кандидатов в жестком диапазоне сможет обнаружить. Здесь тоже преимущество АТХС, что он будет обнаруживать по сравнению со всей разъютой поглощенные источники, соответственно, то есть давать будет этот вклад с другой стороны. Оптические обзоры, я уже как-то об этом говорил, в поглощенных источниках контраст линий, эмиссионных линий гораздо ниже, чем в непоглощенных. Поэтому оптические обзоры, которые сейчас выполняются, стептральные, ДСС, они могут пропускать такие источники. Поэтому с ними отдельно тоже нужно будет работать и мы планируем вот по САТХС взаимодействие здесь, в этом направлении. Работы, которые мы выполняем, несколько последних лет предположений Рашталеевича, это оптические отрестления скопления галактик, обнаруженных Планком, пока верозиты нет. Но опять же, как всегда, нам тут команда Планка передала самые неудобные места, с которыми мы работали в районе Млечного Пути. Вчера Родион рассказывал о нашем опыте. Вот тоже замечательная ситуация. Вроде бы Планк обнаруживает источник, который есть в каталогах и известная проскорреляция, а рядом находится источник Планка, которого в каталогах нету и для него нужно было выполнять оптическую идентификацию, несмотря на то, что в рассадочных данных этот источник тоже присутствовал. Но мы такую работу проводили. Выяснилось, что, между прочим, среди кандидатов Галактик Планковских были и достаточно близкие скопления, которые были пропущены оптическими местами, и не существовали в каталогах. Наши оценки, которые мы делали, показывают, что по оптическим данным прямым снимкам мы можем добираться до Z равной единически, достаточно быстро до Z05 в прямых снимках. Имея многоцветную фотометрию, мы можем строить красные последовательности и оценивать фотометрические красные смещения. Наши возможности позволяют также получать и спектры до примерно Z04, 05 на Z0. Дальше нам уже сложнее, потому что зеркало не очень большое, света мало, и речь идёт уже о часах, полночи нужно, для того, чтобы затратить спектр такого объекта, для такого скопления получить. Но здесь возникают и другие проблемы, потому что для того, чтобы предварительно выделить собственное скопление в галактике, вам нужно хорошее угловое разрешение. Если распределение яркости в галактике, а это распределение звёзд, где он там разработал свою методику, когда он, зная ПСФ по снимку, которая корректно одной секунды, убирает звёздочки, а потом оставшиеся объекты уже мы видим, что по ПСФ они отвечают, с галактики и среди 10 кандидатов строим красные последовательности, и ставим задачу по скептероскопии на БТА. К сожалению, на БТА последние два года нам просто не везёт. вот две ночи у меня было в октябре пропали, две ночи были у Родиона, Родиона есть, пропали, по-моему, да, и вот, надеемся, что комитет это учтёт, и в следующий год нам восполнят эти потери, и всё-таки мы скопление на этих Z сможем получить на 6-метровом телескопии. Есть ещё другая проблема, для Рашталевича уже говорил вчера, что, на самом деле, у Планка плохое угловое разрешение, и при плохом угловом разрешении Планк показывал нам направление, где мы, на самом деле, находили, ну, пока непонятно, либо два скопления, они, с одной стороны, они очень сильны, ну, наша точность примерно там несколько тысячных по Z, поэтому мы заведомо их разделяем по Z, но Планк даёт это как единый объект, а вот, является это единым скоплением или это группы, которые чувствуют Планку, вот с этим тоже разбираемся. Наши работы сейчас вошли в серию публикаций по Планку, сейчас вышел уже второй каталог Планка, и, фактически, работа вот по тем неотожесленным 1600 объектов, из которых 400 скоплений было неотожеслено, она завершается близость к концу, и Родион там расширил ТЭШКИС, вчера он рассказывал, за счет привлечения данных СДСС и ЛАЙС, и чуть-чуть понижение порога детектирования у Планка, там сразу объем новых объектов умерз до трех тысяч, и пятьсот неотожесленных объектов, которые, ну, не мы, но вместе с коллегами, которые могут это делать, планируем там получать. Ну, вот здесь опубликованы первые статьи, которые мы опубликованы, видом, сколько скоплений мы подтвердили по сравнению с другими участниками на Канаджских островах, Ван Старс, и так далее. Сейчас число площадок, которые мы осмотрели уже больше ста, приближается от 200, и мы уже имеем право опубликовать независимо некоторые результаты, потому что каталог Планка открыт. Такую работу мы проводим, и в этом году мы на РТТ-150 получили большое количество прямых изображений, частично для близких скоплений спектры, и эта работа продолжается, мы планируем в ближайшие годы, ну, по крайней мере, до запуска СРГ выполнять в плоте времени РТТ. Ну, и здесь я хотел сказать, что в направлении на некоторые скопления, где у нас достаточно глубокий предел, мы также можем обнаруживать и линзы, ну, спектры нам тяжело получать, мы пытались получить на быта, но из-за того, что погло свободно не повезло, до сих пор здесь красное смещение для этих линз пока не было получено. гравитационных линз, да, я говорил. Ну, и я в заключение хотел сказать, что мы, вчера уже говорил о том, что в Казанском университете, Казанский университет тоже пытается найти флаги, в котором он будет двигаться, как федеральный университет, нужны какие-то результаты, и мы в общении с руководством смогли, ну, на данный момент, на сегодняшний вот год, убедить, что исследования космоса являются приоритетом в современную эпоху, что от этого отмахиваться нельзя. Дело в том, что многие показатели, которые требуют Министерства образования, не по количественные, естественно, в области астрономии, не по количеству студентов, не по количеству там, публикаций, мы не можем с гуманитарием просто сравниться, но мы подчеркиваем, что мы можем компенсировать какие-то качества. Ну, здесь нам предложено идти по пути к созданию организационных таких форм, научно-образовательные центры, виртуальные, которые могут сложиться, могут не сложиться, и здесь работают наши кафедры в институте физики, в институте математики, ну, и здесь мы уже по факту и так сотрудничаем с коллегами в ИКИРАН, в САУ, и в ИНОСАН, но вот здесь предлагается потихонечку расширять, всякие флаборации такие организовывать. Не знаю, как будет в следующем году, потому что очередное переформатирование произойдет программа повышения конкурентоспособности в Казанске, это уже за два года, или за три года. Третье переформатирование, то есть, Министерство образования постоянно меняет свои правила, но если нас учтут и не выбросят из программы развития в следующем году, реагируя на наши результаты, то вот мы планируем таким образом привлекать коллег, которые активно работают здесь. Спасибо за внимание. Аплодисменты Вопросы, с капитаном Павловичем? К вам вы сделали потрясающий доклад. Все курсы захотят. Есть вопрос, пожалуйста. Вы сложной области работаете, там как близко к плоскости галактики? Как близко к плоскости галактики? Вопрос. Ну, порядка 10, ну, ближе к 10 уже, наверное, тяжело совсем. Иногда были, ну, просто звездные поля очень близкие, 5 градусов, но через них пробиться иногда и удавалось, иногда нет. Просто звезды, 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 вычитаешь, и опять все там остается звезды, звезды, звезды. По прямым снимкам до примерно 0,7. По прямым снимкам. А по доединичке видели? Ну, Роман, уже видели. Уже видели? Да, ну, здесь вот Юрий Юрьевич говорил о том, что там он в своем докладе показал, что 20% объективность. Действительно, кто сказал, что наш прибор ТФОСК, он создан был в 2004 году, еще со старой матрицей. И сейчас, на самом деле, обсуждаем с нашими турецкими коллегами модификацию оборудования, для того, чтобы ее сделать действительно светосильной и поднять наши пределы. Речь идет, в первую очередь, о замене матриц на современную на прибор ТФОС, по-видимому. Либо, вот, возможно, обсуждение того варианта, о котором говорил Юрий Юрьевич, но 40 миллионов надо найти, убедить силуководство Казанского университета. Там проблема, в принципе, у нас был вариант, чтобы мы могли найти два года назад, когда нам выстрелили эту программу, но там было условие, чтобы прибор был сделан в течение одного года. Когда я обратился в САУ, мне сказали, что там такую систему за 20 миллионов, за один год вам не сделать, потому что очередь в САУ, благотворительность, в САУ, там очередь на создание. Ну, вот, для Саянского телескопа делали, поэтому невозможно было реализовать условия, что пойти и купить сразу. Но, тем не менее, надо работать с этим. Так, еще вопросы? Нет. Все, большое спасибо.